Приветствую! На сегодняшнем занятии мы рассмотрим, как нам писать простейшие формулы между листами и простейшие функции также между листами. Для того, чтобы посчитать сумму продаж по 4 кварталам, нам необходимо будет зайти в первый лист, щелкнуть по первой ячейке, нажать плюс. Зайти во второй лист, щелкнуть по той же ячейке, в данном случае B3. Зайти в третий лист, по ячейке B3 щелкнуть и в четвертый. B3 нажать вот, сделать протяжку и заполнить вниз. Также мы можем использовать функцию средняя. Да, но на том же принципе можно и сделать функцию сумму, счетчик, ну и так далее. Убираем среднее значение. Убираем то, что написано в скобках, заходим в первый квартал. Выделяем ячейку B3, нажимаем Shift. Щелкаем по четвертому кварталу и нажимаем вот. Да, также протягиваем. У нас получается среднее по этим месяцам. Дальше, если, допустим, у нас таблицы имеют не одинаковый размер, разное количество строк, то мы можем их суммировать с помощью функции консолидации, встроенной в Excel. Мы заходим в вкладку данные, выбираем здесь консолидация и заходим в первый квартал, выделяем диапазон данных, нажимаем добавить. Заходим во второй квартал, выбираем диапазон данных, нажимаем добавить. Заходим в третий квартал, изменяем диапазон данных, нажимаем добавить. И заходим в четвертый квартал, выделяем также диапазон, добавляем. Здесь, смотрите, можно выбрать, какую функцию мы хотим использовать. Сумму, количество, среднее и так далее. Мы будем использовать функцию суммы. Подписи верхней строки, да, то есть у нас передадутся сюда месяца. Значение левого столбца у нас будут наши фрукты. И создать связи со сводными данными, да, то есть в то время, когда у нас данные будут меняться в тех таблицах, они будут автоматически подтягиваться сюда. Нажимаем ОК. Вот у нас получились, да, по фамилиям и по месяцам, запомнилось. Можем это все дело выделить, сделать границы и задать какое-нибудь условное форматирование, чтобы было нагляднее посмотреть, кто в каком месяце, как себя демонстрировал, да. С вами был Полянский Алексей, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...